Продолжение следует... Как известно, Гегелевская триада состоит из тезиса, антифезиса и синтеза. Соответственно, выделяем три исторических этапа – первобытное общество, классовое общество и постиндустриальное общество. Как известно, по Гегелю третий член триады повторяет первый – спираль развития, но на качестве, на новом уровне. Тот же Гегель считал историю человечества поэтапное развитие свободы индивидуума. Согласно непопулярному сегодня Марксу, царство свободы начинается в действительности лишь там, где прекращается работа, диктуемая нуждой и внешней целесообразностью. Следовательно, по природе вещей оно лежит по ту сторону сферы собственного материального производства. Таким образом, достижение царства свободы по Гегелю, как лейтмотив развития человечества, реализуется только после выхода человека из сферы материального производства по Марксу. Первобытное общество – охота и собирательство, в зависимости от природы – это тезис. Переход к регулярному труду, в зависимости от материального производства – это анти-тезис. Развитие материального производства эволюционно приводит к освобождению от всякой зависимости. Постиндустриальное общество – это синтез. Однако синтез постиндустриальное общество, как повторение на высшем уровне тезиса первобытное общество, будет означать и перенесение в постиндустриальное общество доминантного конфликта первобытного общества, коим была межрасовая конфронтация. Выход человека из сферы материального производства, как предпосылка расовой войны, можно ждать не ранее 2080 года. Даже учитывая, что производство и технологии развиваются по экспонентам. В статье дается форма расчета даты возможной расовой войны. Расовая война станет самым страшным конфликтом в истории, которая не будет преследовать цели захвата рабов, грабежа, создания империи или смены общественного строя. Главной и единственной целью расовой войны будет полное уничтожение всего населения расы антагониста. Наш прогноз концепции о возможности возникновения в конце 21 века расовой войны получил неожиданное подтверждение. В 2003 году была найдена ранее неизвестная двухтомная рукопись Исаака Ньютона. Ее содержание составляет математические вычисления, которые базируются на астрологической информации и блеских сюжетах. Главный вывод рукописи состоит в том, что в 2060 году следует ожидать конец света. Между нашим прогнозом даты расовой войны, 2080-2100 годы, и футуру прогнозом конца света Исаака Ньютона, 2060 год, 20 лет разницы. Учитывая, что прогноз великого ученого был сделан почти за 400 лет до события, то 20 лет можно считать допустимой погрешностью в вычислениях 5%. Расовая война не неизбежна. Альтернативный самоуничтожению путь состоит в том, что Россия, расколов монголоидное сообщество и создав Евразийский союз, Россия, Узбекистан, Казахстан, Тиргизия, Монголия, Корея, Япония, Вьетнам, станет третьим разнорасовым силовым центром Евразии, снижающим до минимума расовое напряжение между монголоидным Китаем и европеоидным Европейским союзом по лесам планеты. Продолжение следует...